приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео поговорим о тех знаний которые вам очень нужны дело в том что эти знания многие люди забыли а с помощью этих знаний вы будете знать как притягивать светлые энергии как жить счастливой и богатой жизнью так что друзья обязательно просмотреть это ведет начало до конца каждый из нас связан со вселенной у кого-то эта связь более сильная и люди делают все то что зависит от них чтобы ее еще больше укрепить что влияет положительно на уровень их жизни есть и люди у которых связь со вселенной со вселенной не очень крепкая но они работают в правильном направлении постоянно доказывая вселенной на то что достойные ее покровительство есть еще одна категория людей которые не стараются установить со вселенной крепкую связь а затем удивляется почему проблемы неприятности наполняют их жизнь и удивляются что вселенная не оказывает им помощь и не благоволит очень важно научиться правильно жить соблюдать при этом правила которые будут помогать укрепить вам связь со вселенной с окружающим вас миром ведь от этого напрямую зависит не только уровень вашей жизни это чтобы вы в нее привлечете но и энергии которые будут вас окружать на протяжении каждого дня а значит и биополе ваше подпитывать она всегда будет крепким сильным вы с легкостью будете справляться с различными проблемами неприятностями посылами от недоброжелателей и негативом который будет встречаться на вашем жизненном пути будь то события такого рода или люди также от этого зависит это сколько лет у вас получится прожить ведь ресурс человеческого тела рассчитан на очень продолжительную жизнь на люди сами того не понимая не умея подпитываться светлыми энергиями извне употребляя плохими привычками и неправильным питанием сами теряют то что могли бы приобрести несколько лет назад я была на отдыхе у своей подруги которая живет в очень красивом и живописном месте и познакомилась там с мужчиной ее соседом которому было за 90 лет по нему бы никогда не скажешь о его возрасте о нем я услышала из разговора так как он был бодр духом и телом лицо излучало здоровье а волосы были густыми на протяжении того времени что я гостила он постоянно угощал нас свежими ягодами молоком поил водой скважины много рассказывал о своей жизни и путешествиях о местах которые посещал когда я уезжала он отдал мне свою тетрадь и сказал что в ней очень много записей которые помогут мне прожить счастливую долгую полную любви и счастья жизни и я часто созваниваю со своей подругой спрашиваю а ее соседи она говорит что у него все хорошо он все также крепок активен от него веет позитивом и уверенностью сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том что же было в той тетради как эти знания помогли и как жить действительно прекрасной полной жизнью используя энергетический ресурс находящийся вокруг вас и имея благодаря этому тесную связь со вселенной всегда нужно уметь благодарить за все то что есть вашей жизни и обязательно вашу жизнь придет гораздо больше всего главное понимать что нужно именно вам для того чтобы ваша жизнь была счастливой и успешной в вашем понимании на то чтобы это определить правда может уйти достаточно много времени но когда вы это поймете ваш жизненный путь станет легким и успешным научитесь видеть вокруг себя все прекрасное посмотрите по сторонам часто в погоне за материальными благами мы не замечаем того что находится вокруг нас уделяйте природе достаточно внимания черпаете из нее силы слушайте пение птиц они способны создавать вибрации которые отвечают за настроение и поднятие духа уделяйте внимание животным они будут подпитывать вас своей благодарностью укрепляя ваше биополе любуйтесь и небом она даст вам возможность переосмыслить многие свои мысли настроиться на должный лад обнимайте деревья они поделятся с вами своей сильной энергетикой откройте сердце душу благодарите солнце за то что она греет вас и она будет освещать вам путь куда бы вы ни пошли делитесь с луной своими переживаниями и она избавит вас от них природе столько силы что вы даже не представляете себе а ее масштаба откройте эти знания для себя и вы увидите как кардинально лучшую сторону изменится ваша жизнь сколько всего прекрасного в ней появится старайтесь как можно чаще бывать у воды так как она имеет очень сильную энергетику способны очищать негатив она будет освобождать ваши энергетические каналы а вы будете притягивать потоки сильных энергий в нужный для этого момент если на душе не спокойно запалите маленький костер встаньте перед ним или сядьте подставьте руки закройте глаза и представьте что вы воссоединились с ним на энергетическом уровне он освободит вашу голову берет беспокойство печали горесть а на смену этому всему придет что-то плох новое и хорошее старайтесь при любой возможности снять обувь стать ногами на землю походить или потоптаться на месте это поможет вам возобновлять жизненный потенциал черпать силы больше находитесь под открытым небом гуляйте дышите двигайтесь все это будет делать вас сильнее и покажете вселенной что ощущаете ее и она очень быстро покажет вам тоже самое что принесет вам приятные ощущения и вы будете знать что находитесь под сильной энергетической защитой а что может быть лучшей уверенности в своих силах пейте часто воду не ждите тот момент когда вам хочется воды вода это жизнь наполняете ней свой организм очищаете от всего того что способна вам мешать сдерживать посылы которые вы способны излучать старайтесь пить воду которая течет с крана со скважины с родника такая вода наполнена большой энергетической силой и способна творить чудеса закаляйте свое тело и даром наши предки передали нам такую пословицу что в нашем здоровом теле живет крепкий и здоровый дух излучая здоровье вы его только притяните в большом количестве и приумножите а вот дряблое безжизненное тело которое привыкло находиться без движения в тепле будет слабым и болезненным что конечно же будет ощутимо больше двигайтесь познавайте мир и мир захочет познать вас установите с ним связь которую никто никогда не сможет нарушить ежедневно на вашем столе должны быть овощи они будут давать вам силы повышать иммунитет чередуйте свеклу морковь фасоль перец томаты огурцы и многое многое другое как только вы ведете их свой рацион вы сразу ощутите прилив сил и неспроста ваше энергетическое поле будет излучать свет и притягивать светлые энергии которые день и за дня будут делать вас сильнее все дела за которые вы будете браться будут обязательно получаться с легкостью употребляйте пожалуйста также фрукты яблоки виноград персики груши апельсины киви сливы и так далее это наполнит организм еще и витаминами которые очень нужны при ежедневных физических нагрузках которые помогают быть бодрым иметь красивую кожу которая будет дышать здоровьем густые крепкие волосы которые будут помогать не только держать связь со вселенной но и оберегать вас орехи это не только они положительно влияют на сердце и мозг но они способны создавать сильный положительный заряд который будет в течение дня подпитывать вас и вы не будете чувствовать усталость не забывайте про травяные чаи которые могут принести вам большую энергетическую пользу и восполнить ваш баланс мед поможет не только быть здоровее но и укрепит вашу связь денежной энергией а значит вы никогда не будете знать проблем с деньгами раз в месяц на протяжении дня ничего не ешьте кроме 4 яблок и 4 орехов это поможет вам долго жить и оставаться молодым и в здравии старайтесь старайтесь есть немного хорошо обязательно пережевывайте не спешите и не закидывайте пищу в желудок иначе так вы будете причинять себе только вред при этом как физически так и энергетически тем самым перекрыв каналы для поступления мощной энергии выберите один день в неделю который должен быть для вас разгрузочным для каждого человека он будет свой вам нужно подумать одни недели этот день который придет первый в голову и есть ваш персональный день на энергетическом уровне его используйте себе в помощь если не можете каждую неделю голодать в этот день начните с одного раза в месяц пейте много воды как только вы попробуете вы удивитесь но какую легкость вы сможете ощутить как будет прекрасно на душе и физическом плане не употребляйте вредную еду воздержитесь от колбас жареной картошки консерв сдобы печенье так как это еда способна разрушать не только энергетическое поле но и загрязнять ваш организм а значит вы вместо светлых энергий начнете притягивать негатив что скажется плохо на вашем здоровье могут возникнуть хронические или другого рода проблемы поэтому ешьте крупы зелень это дабы давать вам силы и наполнять голову положительными мыслями меньше ешьте мясо она способна притянуть вашу жизнь лень сбить вас истинного пути а свинину сведите до минимума должна быть говядиной или птица тогда ваше тело и дух будут здоровыми пищу готовьте свежую откажитесь от привычки есть подолгу одно блюдо так как это не только не полезно но и энергетически вредно еда которая много раз разогревается способна притягивать негатив а вы во время еды будете это все принимать уже осознанно обязательно соблюдайте пост так как это чистка для тела души и ваших мыслей каждый пост способен наделить человека чувством легкости которая не понять до тех пор пока его не испытать и создается впечатление легкости невесомость а все потому что на энергетическом и на физическом уровне вы избавляетесь в этот период абсолютно от всего негатива он вас не тревожит не утяжеляет вашу энергетику ведь даже маленькое его количество ощущается человеком просто он не понимает что это оказывает на него влияние такие моменты открываются особые каналы которые помогают человеку быть здоровым укрепляет сердце и делают светлой душу работайте до захода солнца это важное правило так как после захода солнца мозг работает на износ человек может тратить силы и мудрость поэтому планируйте свой день так чтобы успевать до вечера все запланированные дела а в это время отдыхаете расслабляетесь имейте возможность энергетически перезагружаться тогда упорство мудрость и ум будут только крепнуть а жизненная сила расти если есть возможность днем вздремните старайтесь это это сделать хотя бы 15 минут так вы организму даете отдохнуть и он уже не работает на износ не стоит много сидеть если у вас сидячая работа поднимаетесь хотя бы раз в час и давайте возможность себе пройтись или постоять чтобы энергии равномерно распределялись ложитесь спать до полуночи в это время энергии в это время энергии во время сна лучше всего укрепляются и восстанавливаются утром всегда вы будете бодры и радостны людям нужно относиться только так как вы хотите чтобы люди относились к вам не забывайте что все что происходит вокруг нас меняется сегодня отдаем мы завтра отдают нам сегодня нагрубили мы завтра нагрубят нам или кому-то из нашей семьи излучайте добро и будете получать добро в свою жизнь на каждом шагу будьте внимательны и получите должное внимание в тот момент когда даже надеяться на это не будете не думайте что вселенная забыла она помнит и видит когда вам нужна ее помощь научитесь верить просить и ждать то что должно прийти вашу жизнь обязательно в нее придет возможно не так быстро как вам бы этого хотелось но вы получите то что заслуживаете не сомневайтесь в этом отпустите переживания откройте душу и будьте готовы принимать держите сердце чистым не позволяйте недопониманию обидам злобе испортить вам жизнь не принимайте это ведь ничего хорошего такие эмоции не могут принести сделать вашу жизнь несчастной тяжелой и неполноценной а такой груз на ваших плечах быстро состарит вас и отберет силы если что-то попросите у вселенной желание быть должно только вашим формируйте его четко и не просите малого малого вы должны добиваться сами не будьте сплетником злым завистливым человеком так как вселенная отвернется от вас и вы никогда не получите больше ее покровительства а без этого ваша жизнь будет скучной и проблемной старайтесь и больше улыбаться излучайте счастье дарите его окружающим людям своей семье и получите то же самое взамен что сделает вашу жизнь полной чашей моральных благ взращивайте внутри себя радость делайте то что вам ее доставляет никогда не делайте ничего против своей воли если вам не нравятся люди откажитесь от общения с ними если вам не нравится какая-то одежда не носите ее не любите не любите ездить куда-то не стоит туда ехать и так далее только потому что вы боитесь кого-то обидеть такие моменты вы разрушаете сами себя а вам нельзя этого делать наши эмоции наша нервная система должны быть в порядке поэтому следите за этим так как от этого зависит продолжительность вашей жизни то чем вы будете ее наполнять если на душе вам плохо не сидите дома одевайтесь и выходите на улицу ходите гуляйте глубоко дышите и к тому моменту когда вы вернетесь домой от плохого эмоционального состояния не останется и следа на душе будет легко и спокойно находите время для молчания давайте возможность себе отдохнуть освобождайте голову от любых мыслей тогда вы вновь их позовете и они будут приятными и положительными не стоит думать о том что кто-то что-то о вас говорит думает так вы медленно убиваете себя а вам нужно научиться шижить наоборот для себя ведь ваша жизнь и вы вправе жить так как вы считаете нужным как вам этого хочется не обращение на кого внимание просто будьте счастливы не обижайтесь на людей порой люди заблуждаются теряются в негативе делают то что сами не могут объяснить прощайте идите своей дорогой и не тяните воспоминания о них и негатив за собой это будет только осложнять вашу жизнь любите будьте любимы открывайтесь для всего нового не бойтесь экспериментировать излучать счастье и приумножать уже имеющиеся не вмешивайтесь чужую жизнь не учите людей каким жить следите только за своей жизнью не тратьте свои силы и энергии попусту если вас не зовут и не просят о помощи не навязывайтесь чтобы потом не обижаться когда вас не поблагодарят так как вы бы этого хотели ни с кем не спорте каждый человек видит ситуацию под своим углом и в этом каждый прав по-своему ни с кем не спорте берегите себя глупцу никогда не докажет что он глупец и старайтесь не для кого быть примеров найдите пример для себя постоянно чему-то обучайтесь не стойте на месте потому что знания готовы и способны открывать новые и новые дороги перед вами друзья постарайтесь использовать эти знания себе во благо у них нет ничего слишком сложного хотя счастливая и полная изобилия жизнь это большой труд но это ведь без сомнения того стоит попробуйте жить так как вам понравится а результат того что получите в свою жизнь вас сильно удивит друзья сами как стабл канал эзотерика для тебя обязательно подписывайтесь на наш канал и наставьте лайк этому видео обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующие рекомендованные видео для вас нажимать на то видео которого на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами уже буквально в следующем видео